Около нуля градусов и огромные лужи в районе финишного створа и педестала почета. Девятый чемпионат России по биатлону среди ветеранов прошел в Ульяновске в экстремально теплых погодных условиях. Организаторам, дабы не отменить соревнования, пришлось серьезно постараться. В первую очередь, то, что мы в ноябре уже насыпали очень много снега, около ста камазов, можно сказать, в объеме. Поэтому, если бы этого снега не было в ноябре, если бы не сделали искусственный снег, тогда мы бы сейчас уже не смогли провести эти соревнования. Усилия работников биатлонного комплекса «Заря-Улгу» не пропали даром. Трехкилометровая трасса и стрельбище были полностью готовы, чтобы принять около 60 спортсменов из нескольких регионов России. И несмотря на очередные капризы погоды, организация первенства получила высокую оценку у строгого начальства отечественного биатлона. Конечно, достойно, потому что снега достаточно. Видно, что приложено очень много усилий. Для того, чтобы провести все с погодными условиями. Поэтому, я думаю, и участники, и никто, все довольны. Индивидуальная гонка, масс-старт и на десерт эстафета. В заключительный день соревнований даже погода подарила участникам сюрприз в виде небольшого мороза и яркого солнца. На родной трассе главный фаворит в борьбе за золото – сборная Ульяновска. Однако на первых двух этапах Сергей Бурмистров и Сергей Колесников выступили конкурентам почти полторы минуты. Для неоднократного победителя соревнований Вадима Трифилова, который бежал третий, заключительный этап – отставание некритичное. Все может быть абсолютно до последнего этапа, а потом все перевернут с ног на голову. Пока у них запас хороший. Но нервы, нервы, нервы. Посмотрим. Не мне убегать, а им. По дистанции Трифилов бежал довольно быстро, но отстрелял гораздо хуже соперников. Особенно не получилось в стрельбе из положения лежа – три штрафных круга. После такого конфуза достойной погони не получилось. В итоге сборная Москвы первая, ульяновцы вторые. Второе место нас в этом году не так радует, как, наверное, другую любую команду, которая была бы на нашем месте. Мы рассчитывали, конечно, на первое место. Но всякое бывает, еще раз говорю, спорт есть спорт. По итогам этих соревнований сформирована сборная России, которая в конце марта в финском Контиалахте примет участие в ветеранском первенстве мира. В команду попали пятеро ульяновцев во главе с Трифиловым, который в Ульяновске, кроме серебра в эстафете, добавил два золота в индивидуальной гонке и в астарте. Михаил Рассашанский. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.